Во Владивостоке мужчина напал на ученицу третьего класса неподалеку от школы номер 16 на улице Пирогова и поволок ее в лес, где начал душить. К счастью, страшное развитие событий удалось предотвратить благодаря школьникам и учителям, которые кинулись на помощь и не дали преступнику уйти. Мэр города Константин Шестаков наградил всех тех, кто благодаря своей смелости и отваге спас жизнь девятилетней девочки. Здесь важно отметить и сделать так, чтобы в душе мальчишек и девчонок, которые приняли такое боевое фактическое решение и решили спасать, осталась навсегда эта воля. Воля и неравнодушие. 20 сентября по тротуару вдоль улицы Пирогова шла на уроки третьеклассница, где на нее напал неизвестный и потащил в лес, который находится напротив школы. Девочка стала кричать и звать на помощь. Другие дети это увидели и сразу позвали учителей, которые бросились на подмогу. Отметим, что короткая дорога к школе пролегает через лесопарковую полосу и многие ученики ходят на учебу именно этим маршрутом. Я шла в школу и услышала сильные крики. Я подумала, что это кричит мальчик. Я так поняла, что у девочки был сорван голос. Очень сильно испугалась и первым делом я побежала сначала в магазин. А после этого я быстро побежала в школу и рассказала это все. Спасибо маме и бабушке, что они мне дали такую храдость. А ученики 11 класса Максим и Степан обездвижили преступника и удерживали до приезда полицейских. Ребята не испугались, не прошли мимо, а ринулись к месту событий. Мы просто не задумывались пошли. Хотели найти его, потому что это неправильно. На территории нашей школы произошло вот такое вот. И как мы можем остаться в стороне? Педагоги школы номер 16 также одни из главных участников спасательной операции. Они побежали в лес, вооружившись тем, чем смогли. Мы все собрались, взяли Надежду Михайловну, нашу учительницу физкультуры, кандидата в мастера спорта по боксу. И мы пошли. Конечно, мы пошли непосредственно туда, куда нам показали дети. Зашли с той стороны. Картина была, конечно, не очень. Поэтому я очень прошу, чтобы обратили внимание на этот лес. И чтобы больше таких ситуаций у нас вообще здесь не возникало. Благодаря вот этим смелым людям вся эта история завершилась вполне благополучно. Главное, что ребенок жив. А юные герои показали пример не только сверстникам, но и очень многим взрослым. Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на восьмом.